всем привет вы на канале пользы нет меня зовут саня и сейчас мы будем топить rock phone 8 не забудьте подписаться на канал с колоколом потому что я таким образом тестирую все устройства и буквально прошлый обзор точнее за ты и nubia z60 ультра погибла об этом вам никто нигде не расскажет потому что это невыгодно для продаж но насколько хорошо этот телефон снимает вы сейчас видите вопрос не в том что он может снимать под водой вопрос в том что вы можете попасть просто-напросто под дождь и желательно чтобы смартфон за такие деньги у вас выжил все сенсор начал реагировать на утопление примерно так вы сможете все это дело снимать напоминаю что здесь аж 2 той психника и еще и миниджек то есть куда попасть в воде шин довольно приличные но в то же время смартфон сам по себе максимально достойные подписываемся смотрим всем привет вы на канале пользует меня зовут сани здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства но в этот раз сэкономить средства вряд ли получится потому что это у нас рок фон 8 при том у меня сейчас в руках тенсен версия эта версия для китая перепрошитая на глобал я приобрел восьмерку и 8 про у меня глобалка и если говорить об этом смартфоне в первую очередь разумеется у нас здесь rgb подсветка с тыльной части во вторую я уже гонял его на пользу над стримы два с половиной часа еще планирую 5 часов 8 про гонять и что это такое ищем это едят 165 герц экрана понятно что вы мало в каких играх это увидите но вы их уже найдете 120 герц экрана почти везде 2000 люксов на ярком солнце при том я делал специально под съем об этом несколько раз скажу на в ролике и он вывозит 1000 люксов почти 900 960 люксов в игре полтора часа легко фпс не сбрасывается не в геншине на 60 фпс не пап не устоите на 90 фпс при том что смартфон был со стоковой прошивкой со стоковой я его даже не обновлял уже обновлен но я его обновил уже после стримы после тестов и даже в режиме холодного старта он великолепен если говорить про какие-то другие особенности разумеется это snapdragon ген 3 здесь прокачали камеру у нас появилась уже 88 к 24 fps 4 к 60 fps довольно убогая фронталка с одной стороны с другой стороны особых претензий у меня к ней нет потому что это игровой смартфон миниджек тайпсишник разумеется есть возможность обходного питания тайпсишника 2 море аксессуаров притом топовых я кстати их докупил про это будет уже следующий обзор металлическая рамка защита от влаги ip68 в начале ролика видели как я его топил поэтому смарт классный что он может как он может какие недостатки все узнаете в ролике сенсорные триггеры вообще ну полностью вау смотрим распаковка поставляется данный смартфон в хорошо оформленной упаковке упаковка черной на ней есть только название и краткие характеристики модели версии 8 про вы уже можете посмотреть распаковку на лайв канале там все масштабнее в комплекте мы имеем само руководство пользователя пластиковый чехол сам смартфон с наклеенной защитной пленкой кабель для зарядки с тайп си на тайп си и блок питания на 65 ватт с китайской вилкой при первичном подключении смартфона нам предлагали сразу настроить силу нажима триггеров после чего запускается приветствие мини обучение и игра при том игра что на 8 что на 8 про практически одинаково но 8 про еще добавляется элемент интеграции коробки в это все дело посмотрите на лайв канале весит смартфон 226 граммов а вместе с чехлом 246 граммов габариты asus rock phone 8 163 на 77,8 на 13 миллиметров с одной стороны он габаритным не ощущается с другой стороны он чуть чуть больше чем iphone 15 pro max и это что-то это значит розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 ми бэндов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно подписывайтесь с колоколом перейдем же к игровому смартфону приобрести данный девайс можно только в серой и черной расцветки дизайн устройства по сравнению с прошлыми моделями стал немного более простой но учитывая все это выглядит по мне он отлично сделали минимальные рамки может быть облегчили батарею улучшили камеру в общем сейчас все сами узнаете тыльная часть выполнена из стекла с матовым покрытием на рама алюминиевая при том что это прям очень комфортно когда ты играешь чтобы пальцы не проскальзывали даже без чехла из элементов дизайна мы имеем логотип rock с rgb подсветкой различные надписи на тыльной крышке смартфона плюс интересно оформленный блок камер напоминаю что если вы видите tencent games позади то это значит версия для китая опять же на ней может быть прошита глобалка как у меня то есть мне китайский смартфон с глобальной прошивкой в руке смартфон лежит удобно не выскальзывает при том без чехла тоже собран rock phone 8 отличные материалы качественные при том что у меня есть и тенцин версии глобальная версия 8 pro на которой обзор будет еще на канале и собраны они одинаково хорошо очень многие часто пишут что почему-то китайцы для китайцев в тенцин версии сборку делают хуже нет это не так просто кому-то везет кому-то нет ко всему смартфон еще имеет водонепроницаемость стандарта ip68 далее на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си версии 3.1 сбоку и разъем юсб тайп си версии 20 внизу функция т.г. на борту но вот и нашел подключение не поддерживает смарт далее из 3 микрофона с технологии шумоподавления asus и динамики звучание разумеется стерео имеется поддержка директ вирта snapdragon sound сертификация хирос аудио и аудио вайлас звучание отличная громкая ко всему есть различные настройки для звучания но мы помним да что здесь чуть-чуть по-другому у нас звук работает и прошлых рогах было по эпичнее все для проводных наушников предоставили миниджек на три с половиной миллиметра вот и к порта нет хотя к слову он не особо и нужен в игровом смартфоне с другой стороны они же добавили приличную камеру список поддерживаемых bluetooth кодеков вы видите на экране как по мне их более чем достаточно вибромотор линейный по оси x мощный тактильно приятные настраиваемый хотя опять же если бы у меня в руках был ван класс последний допустим 12 этот мне бы asus все-таки показался чуть более топорным вполне возможно из-за конструкции хотя он реально мощный и для игр я бы выбрал его но для повседневого по мне настроен вибро ван класса получше для улучшения игрового процесса используется система управления ультразвуковых сенсорных кнопок с поддержкой различных видов жестов плюс есть наведение с помощью гироскопа в целом все как и в прошлой модели как у в любых смартфонов с триггерами триггеры здесь не механические а сенсор на их надо настраивать и до того как я его обновил когда его гонял на лайв канале триггеры работали ужасно после обновления триггеры стали работать хорошо даже без всяких настроек многим использовать подобное управление в играх не всегда удобно ко всему нужно обязательно привыкать и настраивать у меня не первый смартфон данного бренда с таким управлением но для меня в целом использовать сенсорные кнопки уже не проблема хотя я все равно за механику как-то приятнее с другой стороны механика это прошлый век и вряд ли ip68 с механическими кнопками они бы смогли эффективно завести также отмечу что можно докупить кулер aeroactive на котором есть механические кнопки их немного поэтому уже заранее те кто не будут его покупать ругаются что вот кнопок мало но с другой стороны по мне плюс две кнопки это более чем достаточно мало кто в 10 пальцев играет я кстати его купил и погоняю его вместе с 8 pro тоже отдельным стримом можно вообще в докупить мобильный контроллер rock tessan и все будет в огне летим дальше с фронтальной части нас встречает samsung flexible е6 amoled дисплей на 6 целых семьдесят восемь сотых дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей экран с технологией ltp частота обновления экрана от 1 до 120 герц но максимальная частота поддерживается до 165 матрица экрана абсолютно плоская по поводу 165 герц вы можете зайти в игровой режим и посмотреть какие программы его поддерживают по поводу герцовки все супер но здесь зависит еще от конкретно представителей создателей программ или игр если они адаптировали все то у вас получится свои 120 90 fps дисплей покрыт стеклом корни на gorilla victus 2 версии подбородок небольшой но все-таки в наличии рамки не громадные цветовой охват 107 процентов dc и p3 145 процентов s rgb и 103 процента ntc с имеется поддержка hdr 10 плюс плотность пикселей скромная я бы сказал ультра скромная 388 ppi пиковая яркость две с половиной тысячи нет по моим замерам экран выдает 2000 люксов легко при том что я специально делал еще и подсъем дополнительные на улице на пляже в плюс 40 градусов при прямом солнце и опять же смарт справился без проблем четыре с лишним минут он показывал мне максимальную яркость ничего у него не прыгала все было видно но опять же мало кто будет на пляже играть в игры но если будете какое-то время он у вас проживет при том скорее всего длительная хотя батарею будет высаживать очень быстро автоматическая регулировка яркости быстро адаптируется под смену освещения тач на 720 герц тест на частоту дискретизация касания вы видите на экране результат неплохой но ожидал большего несмотря на это в играх он показал себя отлично и там уже идет другая история подрубается это геймерский режим тач становится лучше чувствительнее и в целом в играх нулевые претензии к тачу мультитач на борту на 10 касания откликается быстро шим не больше 40 процентов в режиме 10 динга не больше 30 процентов это конечно прилично но не самсунговский шим технология always on display в наличии конечно же полноценная сканер отпечатков пальцев работает корректно и завести два одинаковых пальца несколько раз можно можно вообще пять пальцев них и тех же завести внести биометрические данные можно только одного лица сканер отпечатков работает быстро корректно и я попадаю всегда наверно потому что быстро привык молниеносный процессор qualcomm snapdragon 8 ген 3 стих процессом 4 на метра с 8 ядрами и максимальной частотой в 3,3 гигагерца обвес стандартный графический процессор adreno 750 система охлаждения game cool и 2 графитовых листа проводником с быстрым охлаждением nitrit отборы и правая камера интерфейс рок юай на базе андроида 14 версия оперативная память lpddr5x на 12 или 16 гигабайт внутренняя память быстро и fs40 но только на 256 гигабайт имеется поддержка вай фай 7 серии 5g 4g сетей ниже все бэнды на борту конечно все зависит от версии к примеру в китайской версии для 4g нет 20 бэнда допустим вот конкретно в моей при том хочу отметить сразу что несмотря на то что мне глобальная прошивка и перепрошил ее скорее всего либо продавец либо сам урок 20 бэнт не появляется от перепрошивки по вайфаю связь нереально стабильная мобильную сеть смартфон ловит отлично микрофон и с датчиком приближения справляются великолепные на все модуль в наличии мир пэй встает без проблем gps тест городских условиях показывает точность 3 метра что для куалкома стандартно к слову есть по какой-то неясной мне причине в китайской версии смартфона на глобальной прошивке запись разговора без уведомления собеседника начале записи мне кажется это дело пофиксит это дело уйдет разумеется в китайской версии нет никакого и sim даже если это танцем и она не появится от перепрошивки емкость аккумулятора 5500 миллиампер часов писем арки выдал результат 5 часов 15 минут а work performance отличные 24 тысячи баллов но магия в том что вот этот вот писем арк который печальный пять с лишним часов я проводил когда выставил 165 герц и максимальную яркость экрана в автояркости экрана и авто выборе герцовки смарт выдает уже 9 часов 23 минуты и согласитесь цифра поприятней смарт поддерживает быструю зарядку на 65 ватт а также обходную зарядку беспроводную зарядку до 15 обходная зарядка кстати подключается через оба входа это очень удобно там еще есть гибридная зарядка по поводу быстрой зарядки от 0 до сотки в среднем он заряжается у меня за 56 минут при том за 26 минут от 0 до 50 что касается оптимизации игрового процесса то мы имеем такие функции как технологию x sense версии 20 для автоматизации некоторых моментов в играх к примеру сбор предметов x captcha для обнаружения лучших моментов в игре и записи их фоновый режим для игры не только вообще настройками можно делиться для каждой игры то есть у азуса я и вначале и в конце скажу просто бешеное количество фанатов начиная с рогов вторых третьих и все они на них сидят и настройки друг другу скидывают если вы это дело приобретете мне кажется лет пять вы сможете спокойно сидеть хотя не факт за один час в играх иногда уходит 18 процентов иногда 23 смотрите мой стрим все зависит от конкретной игрушки но вообще смартфон очень низко энергоемкий при том не перегревается играть комфортно играть кайфово и это все без кулера но опять же я играл получается полтора часа всего мы гоняли его два с половиной часа но он стоп на стриме он съел за вот эти два с половиной часа 50 процентов как вы понимаете это игрушки тесты постоянно не выползая из экрана это раз и два rock phone 8 pro я буду гонять в нуле со ста процентов и потом еще и с аэрокулом когда он не придет потому что докупил его потом но 88 про у меня уже глобальный чистый перейдем к тестам результат прогонки в троттлинг тесте в 3d марки вы можете наблюдать на экране но особо хочу отметить что весь 3d mark rock phone прошел без морозилки если брать тот же и об этом буду говорить бред magic который является просто какие-то шлаком по сравнению с ним еще и дороже он проходил все у меня в морозилке у кого-то он проходит все это делаем без морозилки к слову кстати а смартфон уже поцарапал это очень печально в гикбенче в сингл коре он выбил 2263 балла в мультикоре 7183 в gpu скоре 14342 в антуту выдал результат в 2 миллиона 22 тысячи попугаев сторож тест показал 149 тысяч 45-минутный стресс тест прошел далеко не идеально но главное прошел как он прошел троттлинг тест 47 процентов 100 потоков вы видите на экране переходим к камерам основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и 1 лет вспышки основной сенсор sony amx 890 на 50 мегапикселей с апертурой 19 и авто стабом сверх ширик на 13 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и телефото сенсор на 32 мегапикселя с апертурой 2 и 4 и трехкратным оптическим зумом запись видео доступно в максимальном разрешении 8к 24 fps и конечно же есть 4к 60 fps и ниже фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps фронтальный сенсор снимает видео с роллинг шатром но при этом если не крутить смартфон вокруг себя то картинка стабильная плавная не дерганая но шумов очень много даже при длинной съемки фото что на фронталку что на основной модуль получается неплохими но только в местах с хорошим освещением в остальных случаях получается мыльное фото дорисованные и улучшены что касается видеосъемки на сверх ширик тут все просто днем снимать можно но сказать что он хорош я не могу он плохой основной сенсор в плане видеосъемки как для игрового смарта показал себя достойно стаб отрабатывает хорошо картинка не смазанная до цвета перекручена что стандартно плюс есть вопросы по работе со светом но в целом все неплохо к слову ночные фото получаются хоть и слегка смазанными особенно на сверх ширик но без сильных шумов артефактов и бликов в любом случае камеры это не сильная сторона игрового смартфона за срок фон 8 что и неудивительно но я бы не сказал что они безумно мрачные короткий пример а вы сейчас увидите 4к 60 fps вот так он все у нас горит угольки фронталка максимум улажни вот так сможете себя снимать по большому счету этого хватает в игровых смарта 4к 60 fps под блогин и и разумеется что меня интересует конечно наггетсы рыба кстати это тоже неплохо снимает и этот снимает даже очень хорошо можно даже делать колесиком очень удобно 4к 60 fps съемка с одной руки под блогин привыкаем что мне такое есть сегодня грустно я утопил за 60 утра зато я давно мне ничего не тонуло samsung был два месяца назад 4к 60 fps ночи и до примеров мало не бывает только основной модуль может так сильно ультра ширик 1080p 60 fps ночь печаль и ультра ширик 1080p 30 fps чуть чуть лучше чем 60 но тоже абсолютно бесконечная печаль при том если вы переходите на основной модуль все в разы лучше ультра ширик а вот фронталка ночью так роллинг шаттер космический комический может допили то ничего стандартная съемка в 4к 60 fps варки можно включить основу он еще может снимать в 8к 24 фпс но как вы понимаете актуальность у этого действия малая но 4к 60 fps по мне снимают очень даже достойно я говорю в моем понимании хорошо что они в камерафонах начали запихивать более-менее приличную съемку она не волшебная она не суперская но для какого-то домашнего использования даже каких-то роликов минимальных основная камера прям норм правда с фронталка и беда лучше как повторяюсь родмэджики сделали но это неплохо full hd 30 fps настолько это классный камерафон точнее не камерафон смартфон для игр что как-то не хочется его хейтить за камеру но фронталка ладно она не такая ужасная как родмэджики хотя раз 50 за ролик скажу что примерно настолько уже ужасного смотрите в принципе в лояльных условиях она отрабатывает значительно лучше что естественно вот но камерафоном конечно смарт не стал хотя с другой стороны чего от него хотите опять же смотря где вы берете если вы берете не тенсен версию а версию в европе x2 это конечно же вот а если тенсен версию почему нет хаппер стейди стабилизация кстати full hd 60 fps забежала и на лесенку интересно как зум у неё зум у нее не работают ну а вовтин в автоматической стабилизации в 4 до x4 почему-то вот беру и мучаю смартфон который не должен мучить до съемки но потянули они прям вообще хорошо это все дело прям очень даже хорошо я думаю вы согласны и управление управление колесиком тоже все удобно все в огне 4 до x4 это шум и разум можете забыть даже в хорошем освещении а вот обычная съемка вполне может иметь право на жизнь еще длительное нажатие включают более крупный масштабного ультраширик 4k 60 fps к сожалению не перейти ультраширик есть только в 4k 30 fps вот на основной модуль мы можем переходить в 4k 30 fps и перевод переход в крупный масштаб x2 x4 как говорится предметная съемка ультраширик основа все пошло 4k 30 fps съемка кофе почему-то фокус не позволяет качественно отснять кнопку с дополнительным освещением получается видите без дополнительного освещения нет ну не камерафон но в то же время снимают очень даже достойно то есть куда то как кстати 4k 60 fps я приноровился к центру под экранного сканера початка пальцев и мне уже не кажется что он очень медленный и еще и удобно расположен вот это всего там на третий день ночь улица фонарь аптека уже шесть лет наших блогерских с вами изысканий да и вот так ночью фронталка сможет отрабатывать в неприятных условиях насколько они неприятны сейчас вы увидите на основном модуле он должен получше справиться но вряд ли и основной модуль 4k 30 fps ловит к сожалению у нас мерцание от лампы хотя по идее должен подстраиваться так чтобы мерцание не было если совсем в темноте эти то все будет примерно вот так если приостановиться все будет романтичный но плавности 0 разумеется потому что это 4k на 30 fps попробуем мы 60 хотя опять же стабилизация включена я к слову не переключался на ультра шире к 4k 30 fps потому что так все было довольно печально это 4k 60 fps много противнейших максимально противных источников света не только для камера смартфона и для человеческого глаза тоже и здесь 60 fps полная бесконечная печаль но если мы включим освещение тоже ничего не поменяется так пробуем дальше я сказал вам никаких ультра шириков но вот ультра ширик на 4k 30 fps включенную фонариком это вообще можно сказать бесполезное абсолютно дело вот 4k 30 fps включенную фонариком уже кое-что вытягивает опять же возможно она вытягивает больше чем вы сейчас видите точнее чем я сейчас вижу вы уже видите побольше но снова хочу отметить что азусы молодцы что попытались сделать что-то с камерой может быть с обновами это дело еще улучшится но для игрового смарта не более чем достойно опять же у вас может быть другое мнение но 4k 60 fps и это как говорится надежда всех людей которые делают тоже обзоры которые хотят чтобы у меня были обзоры потому что чем меньше конкурентов чем лучше ввиду того что я уже убирался на байке как вы понимаете я продолжаю очень плохую тенденцию но так разумеется снимать нельзя но вдруг кого-то переклинит на отдыхе и вы решите снимать на велосипеде или на байке и 99 процентов и 9 в периоде как многие пишут потом комментариях кому это надо так если вы досмотрели и смотрите это наверно вам это надо к чему это все потому что можно данный контент сравнивать у разных смартфонов потому что я все что имеет более-менее приличную камеру таким образом тестирует но 4k 60 fps основной модуль на ультраширик снимать нельзя но ночью на ультраширик еще и в движении снимать абсолютно бесполезная идея то что можно включить 4k 30 fps ну с плавностью будет такая беда что она вам тоже не нужно то есть проще говоря вот картинка что вы сейчас видите ее можно там покрасить по извращаться на ней может быть она будет для вас интересно в чем я сильно сомневаюсь с одной стороны с другой стороны это однозначно лучше чем на других если я уже извращаюсь поверьте мне его камера мне нравится опять же относительно старых игровых роков вот так вы сможете снимать с одной руки если вы поставите на жесткий штатив любой смартфон если у него есть допустим поставка что ему придет неминуемый конец скорее всего потому что даже у яблок они очень часто отмирают у людей которые благополучным образом цепляют их на велосипедах на жесткую цепочку но если вы поставите их допустим не стабилизатый диджай как я уже делал это им не поможет то есть фитакция цепочки пусть и такие почти на высадке возможно не на шлеме как бы снимают на смартфоне потому что буррохот одна стабилизация абсолютно отличающаяся по качеству от стаба смартфона там размер другой принцип чуть чуть другой вот так если вы будете без движения снимать на перекрестку минусы нет возможности расширить внутреннюю память с помощью micro sd хотя было бы странно если по нету это дело докинули нам первая зарядка очень долго уазусов лучше в нуле не разряжать иначе получите страз как у меня я пять часов бегал с бешеными глазами и подключал к разным зарядкам а надо было просто на полтора часа повесить на родную и такое часто встречается хотя в рокфон 8 про у меня такой истории не было цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео самое приятное самое интересное в этих смартах всех игровых это особый игровой режим но про него лучше смотрите на лайв канале на стримах во время того как я буду играть в на стримах по рокфон 8 про возможно завтра я покажу все менюхи как что настраивается расскажу про точечную настройку про то как люди друг другу скидывают настройки под различные приложения но отмечу отдельно что все работает прям вау из коробки резюмировать я могу довольно длинно и мучительно я еще раз акцентирую ваше внимание на определенного рода недостатки смотрите первое у него не такая высокая плотность пикселей как мне бы хотелось то есть допустим 500 55 а здесь четырехсотен то нету это раз-два если говорить про то как он создан во первых я уже поцарапал тыльную часть непонятно как вроде бы носил его аккуратно тем более где его продавать я 8 про планирую себя оставлять но ладно тайпсишник вот этот вот центральный находится как-то не по центру вообще чуть-чуть смещен если говорить про игровые какие-то качества с точки зрения дизайна он в каком-то смысле чуть-чуть потерял свою самообытность потому что рамки практически исчезли где они расположили фронталку это тоже вопрос дня зачем фронталка вообще игровому смартфону тем более вот здесь вот эта дырка понятно ты можешь ее в программе скрывать но это тоже не особо удобно по поводу автономности 5 часов на 165 герцах ну это скажем не неудивительно с другой стороны в писем арки потом он 9 часов нам выдал легко и автономность в играх показал нам очень даже бомбическую нет особого смысла сравнивать с прошлым рок фоном почему потому что это абсолютно другого класса устройства вот это устройство уже рассчитано на более массового потребителя не только на фанатов бренда и не только на людей которые 24 на 7 будут играть по поводу тачи если вы не обновляете прошивку то вам будет печаль то есть тач стоковой прошивки на танцы не на глобальной прошивки работает плохо для китайского региона написано танцы вот здесь и с одной стороны вроде бы это два одинаковых устройства с другой стороны здесь у нас прошивка глобальная то есть у меня глобальная прошивка с русским языком разумеется с play маркетом но нет 20 бэнда и магия в том что в автоматическом режиме обновлять ее не могу да это делается очень просто ты заходишь на сайт скачиваешь прошивку просто кидаешь ее в корень и сам смартфон тебе предлагает обновиться но так вам придется станции нам делать каждый раз с другой стороны учитывая то каким образом он оптимизирован какой у него комьюнити она просто безумно огромное смартфон уникален почему я не говорю сейчас о восьмерке я говорю о семерках шестерках пятерках и всем остальном при том кто бы какой из рок фонов не купил всегда будет хвалить именно этот рак фон потому что следующий видите ли стал более попсованы это самая любимая тема у фанатов игровых смартфон как сделать любой смартфон игровым ну вот вам вот такую вот штуку жидкостное охлаждение цепляете и все если говорить про стоит ли покупать игровой смартфон я не знаю если вы это смотрите его досмотрели до этого момента назначено стоит значит вам это интересно так вот у нас с вами флагман защита от влаги ip68 беспроводной зарядкой реверсивной зарядкой неплохими камерами великолепными просто качествами в играх без сброса яркости и триггерами при том смартфон довольно компактный и уже выглядит ближе все-таки к флагманам обычным они только игровым как вы знаете zenfone 11 обещают быть дизайном такими же девайсу от меня однозначно да приходите на стрим про жарку 8 про я думаю я его буду делать завтра послезавтра буду для вас гонять его пять часов посмотрим как он проживет без кулера повторяю что я еще купил кулер и скорее всего 8 про я себя оставлю и буду с кулер выводящий через месяцок прогонять с новыми обновлениями что там где и как они изменят смотрите еще илюху распаковку 2 упаковку он скоро тоже сделает на него обзоры как раз сравнит с редмэджиком он конечно очень сильно удивлялся почему у кого-то редмэджики работают хорошо а у него у меня еще у кого-то плохо но это как говорится магия ютуба повторяюсь девайсу от меня однозначно и да добра и удачи вам дорогие друзья